О событиях в мире культуры. Союз приморских художников представил новую выставку. Это персоналка Маргарита Снетко, живописца, известного не только Приморью. Работы автора вошли в частные коллекции Америки, Японии и Франции. Трое мужчин, Уджал, Каро и Абак, родом из разных стран. Они объединены волею художника Маргариты Снетко в одной выразительной композиции. Все трое художники были запечатлены на холсте в далеком 1989 году в Подмосковье. Портреты даже самых обычных людей выходят у Маргариты Снетко нестандартными и наполненными неоднозначным смыслом. Причем я пишу портреты, человек мне не позирует. Я вот поговорю с ним, посмотрю на него, характер, какое лицо, и пишу. И он очень часто даже об этом и не знает, что я пишу его портрет. И потом, когда уже готовы, это просто тогда интересно, как сюрприз. Персональная выставка Маргариты Снетко, которая проходит в эти дни в Доме художника, собрала в себя картины, написанные с 1986 года. Автор картин побывала во многих странах, краски и кисти були повсюду с ней. А объектом внимания художники становились природа и люди, которые встречались во время путешествий. Последние 13 лет Маргарита живет в Японии, поэтому природа страны восходящего солнца не могла не стать источником вдохновения. Видно, что это сакура, но это работа, скажем так, о любви. Называется двое. Вот как бы деревья, люди, это все переплетается. Все как бы природа и человек, это, в общем-то, я считаю, как одно целое. И что-то перекликается и в деревьях, и можно найти характеры людей и люди. Так что вот об этом работа. Привлекает внимание и серия картины, описанная в 2009 году во время поездки в Переиславль-Залевский. Памятники архитектуры старинного города поражают своей выразительностью. Натюрморты, пейзажи, портреты, живопись всех жанров представлена в этой удивительно богатой экспозиции. Работы разные, потому что я считаю, что жизнь у каждого человека, и художника тем более, она разная. И вот мое понимание, что нельзя писать на протяжении, допустим, нескольких лет в одном плане, одни и те же работы, в одинаковом стиле, почти на одну тему. То есть это трудно, потому что жизнь, сегодня день такой сверлый, завтра черный, сегодня ты испытываешь любовь, завтра другие какие-то чувства. И писать на одном дыхании, одними красками и одну тему я даже просто не представляю. Поэтому у меня работы отражают непосредственно то, что я переживаю именно в этот момент. Картины Маргариты Снытко выставляются в Японии, США и Европе. В России же выставка, которая проходит в эти дни, первая за последние 13 лет. Чтобы жителям родного города после знакомства с ее творчеством остались только позитивные воспоминания, художница не взяла некоторые картины, сюжеты которых ей показались трагичными. Ведь искусство, по ее мнению, должно возбуждать в людях только светлые чувства и побуждать только на хорошие поступки. Александр Шетловский, Всеволод Крапивин, Владимир Жилин. Новости на канале ТНТ.